Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Совсем недавно мы говорили о том, что вот закончилось лето, начался учебный год. Как уже стоит говорить о том, что совсем скоро начнется отопительный сезон. И как к этому отопительному сезону мы готовимся в этом году. Вовремя и полноценно выполнили все необходимые подготовительные испытания. Все работы ведутся по графику. И жители нашего города могут не переживать, отопительный сезон в этом году начнется вовремя. Мы выполнили необходимые аварийные работы, которые возникли после гидравлических испытаний. И также это текущие работы, которые были намечены на этот год. Вот это работы на Пастера, которые даже были выполнены на 4 дня раньше, что не характерно нашим коммунальщикам. Сейчас эти работы ведутся по улице Канатной. На этом бы хотел остановиться поподробнее. Действительно, перекрытие улицы Канатной вызвало ряд неудобств жителям нашего города. В первую очередь, это те заторы, которые появились в центре города. Но это вынужденные меры. Действительно, эти работы выполнить мы должны. Потому что без этого полноценный сезон отопительный мы бы не начали. Но хотелось бы добавить, что работы ведутся действительно очень оперативно. Работы ведутся с опережением по графику. И уже с этого понедельника мы запустим это движение на перекрестке Канатной-Семинарской. Что заметно разгрузит те участки, которые на сегодняшний день стоят. Также, во избежание разговоров о том, что работы ведутся медленно, либо не ведутся вообще, мы установим веб-камеры. И уже с понедельника в онлайн-режиме все жители нашего города, кто хочет, у кого есть желание, могут посмотреть, ведутся ли работы, как активно они ведутся, и на каком этапе находятся. Запустить улицу Канатную, полноценно пустить по ней это движение, мы собираемся с опережением нашего графика. Также из ряда фейковых новостей хотелось бы вспомнить о той информации, которая недавно появилась. Это о том, что те паркоматы, которые мы устанавливаем на коммунальных парковках, якобы вовсе не коммунальные, и деньги это поступают не в бюджет города, а это в карманы тем-либо иным это чиновникам. Хотелось бы сказать, что за последние два месяца на парковке на площади Екатерининской город заработал 84 тысячи парковочного сбора. Это с тарифом 5 гривен за час. Это достаточно большая сумма. До этого таких сумм с этой парковки город не получал. В дальнейшем наши городские и муниципальные парковки будут появляться, развиваться. Мы, так как говорили, сначала работаем по историческому центру города, и потом будем это развиваться уже и на спальные районы. Ну и немного о зеленых насаждениях нашего города. Недавно говорили о том, что необходимо озеленение улицы Пушкинской. Говорили о том, как это должно выглядеть. Выглядит так вот уже в виде теста. На этой неделе мы засадили один участок зелеными насаждениями. Это хвойные кустарники, можжевельник, которые высадили в начале улицы Пушкинской на первых номерах. Можно уже посмотреть, как это выглядит. Выглядит в дальнейшем точно так же можжевельником. Мы думаем засадить всю улицу Пушкинскую аж до ЖД вокзала. На сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Жду ваши вопросы. До новых встреч.